МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Нацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Реальная кухня на РЕН-ТВ. Вчера первая пятерка, получив задание от Арама Нацаканова, бурно обсуждала концепцию нового ресторана. Практически сразу участники пришли к мнению сделать заведение с многонациональной кухней. Каждый знает определенную кухню, наверняка. Оттуда взять простые домашние вещи. Нужно было придумать нам всем что-то такое, чтобы было вкусно, интересно и понятно. Так что, услышав нашу концепцию, захотел привезти к нам еще. Но в процессе приготовления ужина в команде неожиданно начался разлад. Кирилл Грязнов в погоне за лаврами шеф-повара забыл о прежних договоренностях и столкнул с дистанцией Сергея Кузнецова. А кто будет выступать от имени команды? Кирилл у нас сегодня шеф. Или нет? Даша, изначально я должен был презентовать наш ресторан. Раз Кирилл, так Кирилл, хорошо. В момент презентации участники проекта, ставшие на вечер гостями ресторана, раскритиковали и блюда, и всю концепцию первой пятерки. Мусс с креветки. Брэ. Ну, это вообще больше похоже на котлету. Это мореная котлетка. Как так? Я вообще не смог сделать какой-то такой асуфлей. Задание было с треском провалено. И команда решила, что претендентами на вылет должны стать Руслан Буй и Александра Тимофеева. Команда решила, и я тут же решил. Вы честно работали, я видел, на кухне. Но надо делать выбор. И сегодня проект покидает Руслан. На следующий день участники проекта с самого утра нервничали перед новым заданием шефа. Всем доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Отлично. Целых два часа. Супер. А что едите? Я что-то в доме попал. Вы едите? Запах не особо, конечно. Уход одного из игроков показал, что борьба только начинается. ВДВ рулит. Это полный трэш, что вчера было. Русланчика жалко. А почему вы за него не заступились? Принимал решение шеф. Это реальная кухня. Реальная жизнь. Поехали. Никто не задумывался, тут все вроде бы профессионалы по-своему. Чем можно зацепить клиента? Зайдет человек вообще левый. Чем зацепить его в ресторане нашем? Наручниками к столу зацепить. Третий день пошел. Сидят мои хорошие. Но концепцию до сих пор не выдали. Посмотрим, получится у них сегодня это. Или не получится. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как сегодня спалось? Лучше. Мест спалось. Места стало больше, да? Места только больше. Вашей этой команде точно станет лучше, потому что вы с такими улыбками. Вас это уже не коснется. А коснется это второй команды, я думаю. Которая сейчас останется здесь со мной. А всех остальных я прошу в ресторан. Наша пятерка это Аня, Таня, Максим и Сергей. Итак, от вчерашнего дня у нас остался только один суп. Ну, один суп это не концепция, это вообще ничто. Поэтому задание прежнее. Придумать и воплотить в жизнь концепцию нашего ресторана, который мы откроем в пятницу. Понятно? Да, шеф. Мы все очень интересные и креативные. И если мы соберем все наши мысли, идеи вместе, у нас получится что-то такое особенное. А у кого какие предложения? У меня? По горячему сразу. Либо из телятины котлеты, либо тефтельки. Я бы вообще предложил интересную советскую столовую в новой интерпретации. Я бы предложил, говорю, давайте сделаем совок, давайте сделаем совдеп. Там оливьешечка и прочее. А ты уверен, что это оценит, Сережа? Да. Это просто и легко, понимаешь? Нет, это легко. Да, это душе человеческое. Сейчас все зараздельное питание, наши все зараздельные. Дмитрий, не гнобите, я просто предложил. Нас есть роматный соус уже готовый. Вы предлагаете что-то свое. Не надо, я, смотрите. Нет, мы, Сереж, не гнобим вообще. Ну, я могу сказать, что сейчас лидер, как мне кажется, это я и Сергей. Елизарова Татьяна, самая взрослая участница проекта, окончила пищевой институт по специальности химик-технолог. 14 лет проработала в банковской системе. Затем 6 лет занималась фэшн-бизнесом. Год назад решила изменить жизнь и сделать кулинарию своей профессии. Для чего пошла учиться в престижную школу поваров. У меня, во-первых, всю жизнь душа к этому лежала. Но я так поняла, что вот сейчас настал рубеж. Что я могу себе позволить заниматься тем, чем я хочу. А какая конечная цель? Конечная цель – это, конечно, свой проект, свой ресторан. Мне кажется, нужно просто сделать европейские блюда, простые в изготовлении. Я готова всем помогать в нашей команде. Но руковожу всеми процессами я. Я бы предложила сделать штрудель, опять же, на филла, да? Нет, это долго. Я успею вам сделать 10 штруделей за 2 часа. Отличная идея штрудель. Штрудель – это настолько универсальное и домашнее блюдо, что должно понравиться каждому. Ребята, ресторан «Дружба народов». Москва большая. Любой человек будет себя чувствовать здесь уютно. Так как Москва – это все-таки разношерстный город, в котором разнообразные национальности, для того, чтобы было каждому из них комфортно, мы захотели сделать вот такой концепт. Я бы предложил всем под соусом Дарблю. Слушай, а если в Мильфае сделать лодочки, то есть мы берем овощи, то есть мы берем овощи, рыбу, все. Это тоже вот о чем мы и говорили. Но каждый начал что-то кидать. А давайте сделаем это, а давайте сделаем в мешочке, а давайте сделаем такой-то соус. Концепцию все дополняли понемножку, по чуть-чуть. Все, давайте по порядку. Салат какой-то сладный. Салат, давайте карпаччо из тунца. Вот, как Артем предложил. Давайте сделаем все, кулец, 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 кулец. Прорабатывали концепцию, прописывали, чтобы не было никаких сбоев, чтобы было все четко структурировано. Давайте, мы поняли ваше желание. Рукова, само собой, ребята, все. По пути все надумаем. Переживайте, ребята, все, костяк у нас есть, а дальше он обрастет мясо. Давайте, ребята, до скорого. Сережа, что сложно, что он не умеет слушать. Постоянно пытается ставить свое слово, это сбивает с толку. В споре, в принципе, рождается истина, но нужно слушать каждого. Михайлов Сергей. Профессиональный повар из потомственной семьи кондитеров. Имея хорошее знание и опыт, успешно открыл с напарником два ресторана. Но тогда удержать в своих руках новый бизнес не смог. Теперь вновь мечтает о сети небольших кафе. Какая позиция тебе здесь близка в ресторане? Я изначально себя позиционирую как универсал. Если что, я могу подменить любого. Ты готовишь рискнуть? Конечно. Пока вторая пятерка думала над концепцией ресторана, остальные участники готовились пройти мастер-класс у известного итальянского шеф-повара. Сегодня у нас в гостях замечательный шеф Изекиль Барбута. Надеюсь, он покажет вам какие-то сегодня новые приемы. И что-то нам будет интересно для меню нашего ресторана, который мы открываем в пятницу. Все, я передаю кухню в твои руки. Спасибо. Яркий мужчина прежде всего. Повар. Почему я, собственно, вообще как мужчину расцениваю? Сегодня будем готовить три блюда. Первое блюдо это будет шоколадный кекс. Фондант шоколад. Его все едят и все любят. Я сам, в принципе, занимаюсь тем же самым. У меня есть четкое представление, как должна быть идеальная презентация своих блюд и идеальная презентация вообще своего рассказа. Рецепт можете дать или как-то подойти? Рецепт могу дать. Готовь записать. Это будет 200 грамм сахара, 200 грамм сливочного масла, 200 грамм лука, 50 какава, 3 яйца, 3 желтка. Все. Мне очень понравилось, что он не засекретил свой рецептик, а поделился рецептом своего десерта. А в это время Сергей и Максим отправились на рынок, чтобы купить продукты необходимой команде для приготовления ужина. Давай смотри по списку, потому что мы просто туда-сюда будем ходить. Мясо, рыбок и овощи. Так, стой, изюм. Что за изюм такой? Султан. А вы нам сделаете по 100 граммах такого и такого? Овощи нам. На рынке там были какие-то моменты, когда я хотел его немножко ударить. Такие не бери, вот длинненькие, тоненькие. Куда тебе его девать? Куда его девать? Понимаешь, вот по кусочкам, кусочек того, кусочек того. Он мне навязывал какое-то там свое мнение. Я против такой тактики. Петрушку кудрявую или обычную берем? Обычную, обычную. Ее резать лучше. Яблоки, чьи? Хватит три? Нет. У нас идет на штрудель, у нас идет на компот. Разногласий по продуктам практически не было. Мелкие какие-то были между собой, он говорил, давай больше, давай больше. Я говорю, хватит, хватит, еще останется. Мне интересно, как все профессиональные, да, как работают в ресуране. Зачем вы сюда пришли? Я лично хочу учиться. Я хочу учиться, хочу расти профессионально. Я не знаю, я люблю победы, я люблю сложности, я хочу славы. Проверить обо всем вообще. Сандро, конечно. Он там начальник, все дела, он привык вот к этому, то, что его слушают, и за ним последнее слово. Ну что, попробуем? Скажете, как? Шоколадный фондан. В его исполнении мне он не очень понравился, мне кажется, вот этот десерт даже я готовлю лучше, потому что он его перепек. Он получается очень текучий, вилки очень крепко схватываются с краев, а внутри у него очень много жидкой начинки получается. Я не впечатляю. Почему итальянец готовил фондан? Какого черта ты вообще туда сунулся? Фондан не получился. Это получился кекс с мягенькой начинкой внутри. Неправильно. Решив, что лучшей идеей для презентации будет советская тематика, Сергей и Максим отправились за нужными покупками. Давай, диктуй, читай, читай. Белевые грудки нам нужны. Да. Горячки, свинины. Барышни, нам нужно кусочек говядины. И все, что необходимо, как нам показалось, по списку, то мы и купили. Нам нужны газеты по нашей концепции, маркеры, клей. Ну все, погнали. Затем погодил, взять все эти пост-товары, чтобы не лоханулся, как вчера лоханулись, потому что вчера ни веников, ни сапог, ничего не было вообще. Извините, так неловко получилось. Не надо руками собирать. Слышите, советчики, разберемся. Я общался с ним только потому, что мы находились как бы в одной команде, и надо было с кем-то общаться, влезать в какие-то диалоги. Лебедев Максим, повар-кондитер, проработал на всех позициях в ресторане и дошел до шеф-повара. Русских поваров считает одними из лучших, однако учиться предпочитает у французских мастеров. Ну а есть мечта какая-то у тебя? Есть. Хочу отучиться у Поля Бакюза в школе. В Лионе? В Лионе. Полтора миллиона рублей нужно. Ну, чтобы вот так... Надо выиграть наше шоу и все. Я тоже так считаю. И ты уже там в школе считай. Ножиком не формат, да? Ножик можно, но она не тонко будет. И здесь не очень тонко. Давай нарезаем ножки. Давай вот эту ножку. О, все. Что попробуем? Браво. Больница далеко, ребят? Надо просто тонко, да? Да, что было? Ну, мандолин. Бояринынче так готовы? Что там варите? Ничего, ничего. Взаимоуважение должно быть у каждого. Это к тебе пришел человек, уважаемый человек. Ты должен хотя бы проявить то же самое уважение к нему, к его профессии. Он пришел тебе показать что-то новое. Если даже ты ничего нового не узнал, все равно будь ему благодарен за то, что он тратит свое время на тебя. Название. Назаду? В прошлое. Горячее. Лучшая жизнь курицы. Я вписываюсь в коллектив. Мне очень нравится. Коллектив дружный. Собралась команда. Да, я вижу, что сразу тартар у нас получится. Давайте немножко, да, чтобы он удобно, я его покажу. Ни разу мужчину не брил. Чего-чего? Вообще-то. Поведение какого-то могло быть, когда там присутствовал Сэмбро. Это значит клоунадо, шутовство, шутки ниже пояса. Лучше, да, двумя пальцами Жени. У тебя был когда-нибудь мужчина? Да. Я не понимаю, зачем люди пришли сюда. Я тоже умею шутить, люблю поржать, но я считаю, что должна быть мера и подходящее время для этого. Я пришел специально, чтобы вас учить сегодня, а не пришел того, чтобы смеяться. У меня дело много чего есть. Если смотрят и немножко... Ну, смотрим. Мы его выбесили в какой-то момент, а он там уже так просто швырнул это, так разрубил рыбу пополам. Было бы все проще, если бы мы были более благодарными слушателями. Что, вроде все купили? Готлы есть. Цветы взяли. А теперь музла. Начальник, поставь-ка нам радио Энерджи. Давай, Энерджи послушай. О, о, давай, давай. Слушай, ну а что ты думаешь по поводу нашей пятерки? Из нашей пятерки самое слабое звено это Аня. Я почему думал, что Таня наоборот? Мы знали, что сегодня, ну, кого-то выдвинут на номинацию, но он прожужжал мне все уши, что это должна быть Таня. А так, в целом, вот скажи, тебе вообще импонирует такой персонаж, как Сандро? Сандро? Ну, я вот честно скажу, я бы его выгнал одним из первых. В принципе, все, ребята, давайте попробуем. Что-то, если понимаете, да, рыба как раз была немножко сырой, вот он сам дошел к своему собственному теплу. То, что он приготовил, было очень вкусно все. Начиная от фландана, заканчивая рыбой. Ну так, ребята, было здорово. Надеюсь, что у вас придет на пользу. Спасибо большое. Сегодня видели. За победу, короче. Спасибо. 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 Все было приготовлено на высоком уровне. И все было очень вкусно. Доведено до готовности. Не знаю, пять баллов. У нас будет такая стратегия. Есть хостес, есть официанты, мы на кухне. Я считаю, мы справимся с Сережей все-таки, потому что... Сразу справимся с Сережей. Ну, обслуживание, потому что когда это наработанные... А, поняла, поняла. Все-таки повар не должен обслуживать гостей. Серый кардинал, скорее всего, я, потому что тихим сапом идет больше моя концепция, моя идея. Я понимаю, что это большой риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, а что мы здесь? А что, все разошлись, да? Нет, все убираются. Спасибо. Слышь, у тебя прическа вообще супер. Хорошо, и близко не успел подойти. А куда фея делась, которая по всей кухне разбрызгала своих детей? Она убраться не хочет? Сандра, ну, ведет себя так, ну, вульгарно. Постоянно какие-то шутки с содержанием, скажем так, эротического характера, которые в чрезмерном употреблении кажутся какими-то уже пошлыми. Так, завтра у нас испытательный день, да? Вчера кого у нас? Парня выгнали? Сегодня девочку выгнали. Не Серегу, не Таню, не Таню, не Таню, не Макс. Не Серегу тоже, не. Я думаю, Макс или Артем. Макс профессионал. Я думаю, что сегодня надо. Не думаю об этом. Вы хотите об этом думать? Нам сейчас что-то предполагается. Здесь, если не было, мы вчера же сказали, почему Руслан ушел. Не потому что он накосячил там или что, а потому что его не видно было. Руслан комфортно чувствовался на кухне. Как только он попадал в зал, конечно, было видно, что это не его место. И сегодня проект покидает Руслан. Золотарева Анна, профессиональный повар-кондитер. Несмотря на молодой возраст, имеет большой опыт работы в качестве руководителя. Работала шеф-поваром в двух ресторанах, ведет кулинарные курсы и делится полученными знаниями со своими студентами. О чем ты мечтаешь, скажи мне? Я мечтаю достичь самого, наверное, высшего уровня в своей профессии. Аня провинциалка. У нее есть хорошая база, может быть, поскольку она работала в этой сфере. Но у нее нет информации по новинкам. Для, так сказать, общего развития. Для чего эта штука? Это все, что касается соусов. Ты когда сделал базу, основу, ты потом берешь и всю вот эту дрянь через шинал все процеживаешь. Вещи простые, но они стоят, как чугунный мост. Я считаю, что у нас сложилась очень хорошая команда, и вместе мы должны сегодня сделать отличный ужин. Какие молодцы, а! Почтевающие господа! Приехали, сядьте, сядьте. Ну что, давайте, где будем разгребать? Слушайте, раз все привезли, давайте начинаем ставить все. Ребята, я предлагаю переодеваться идти. Все сделаем в лучшем виде. Распределились мы следующим образом. Мы все на кухне выполняем работу шеф-поваров. Каждый на своем участке. Друг друга поддерживаем, контролируем, пробуем. А в зал выходят в роли хостес и официанта Сергея и Артем. Ребята, не спешим, время есть, все хорошо. Так, где у нас овощи-заготовка? Я начинаю сейчас заниматься заготовкой супа. И компота. Ребята, в логистике все обращаемся, следим, да? Да, давай, вешаем. Приготовление разделили по каждому человеку. Каждый сделает что-то свое и покажет, на что он способен. Ребята, соберитесь, пожалуйста, потому что так дело не пойдет. 20 минут вы переодеваетесь. У нас время идет, вылетает. Так мы и ресторан ничего не построим. Не так давно на кухне, да? Ну, дома постоянно. Десерт? Штрудель. А, вот то, что ты обещала мне? Да. Здесь я тебя попросил, сделай что-нибудь вкусное. Я бы вам, наверное, штрудель бы сделала. Ну, ладно, хорошо, посмотри на твой штрудель. Хорошо. Так, мы дожидаемся тыквы до кипения. Пусть закипит. Хватит, хватит. Я думаю, что Сергей профессионал, поскольку очень важные моменты учитывает, несмотря на то, что много говорит. Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 15 человек готовых на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за два месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. С каждым днем их будет все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей, но все эти деньги в финале заберет один. Пока вторая команда готовила ужин, остальные участники проекта строили предположение о выбранной пятеркой концепции. Они замороченные там сейчас будут вообще в комнате. Да, они замороченные очень, потому что они очень долго сидели и думали. Можно я предлагаю просто зайти и есть? Влаш. Я тогда, думаю, я по крайней мере стратегически схожу себе за яблоком. Когда ребята готовили на кухне, мы решили подсмотреть за ними, что они делают там. Мы послали мальчика за яблоком. Осталось полтора часа. Отлично. Нормально, ребята. Нормально, нормально. Привет, парни. Как дела? Здравствуй, Сережа. Девушки захотели яблочек? Хочешь попробовать, Сережа? Кого попробовать? Вот, начиночка для штруделя. Мне просто интересно, что реально там будет меню, то есть можно будет выбирать? Думаю, я попросил. Идемте все вместе кладем. Все, что парень? Картофельная запеканка какая-нибудь. Ну, слушай, вообще на самом деле неплохо. Во-первых, Аня готовит... Аня, нет, крошка-малышка. Готовит штруделя, я попробовал штруделя, начинка хорошая, но только не хватает немножко панировочных сухарей. Слушай, они так же, как мы вчера, пятером там, да, никто в зал не идет. Вот, также есть какой-то фарш, что-то еще, есть небольшой набор овощей. Слушай, они очень все тихо на самом деле работают. Самая активная, меня вообще обратила внимание только Аня. Ножи, иди за ножом, чтобы разрезать яблоки. А, да, конечно, маленькие. Смотри, только иди за своими ножами, которые черт знает где лежат. Хирюха пошел за ножом, якобы, разрезать яблочко. Ну, уже с чем-то ты же, джедайский взгляд, не разрубишь пополам. Вот, не знаю, каким образом он спер где-то бумажку. Табашка, мюхая, табашка. Дай немножко, дай немножко. Ты выбрал концепцию? Это советская кухня. Какая советская кухня? Национальная советская кухня. Комплект я обратно платил. Сливочный сыр, огурец, белье. Ну, садык я, короче. Бумажку дай ты нам. Давайте напишем стих какой-нибудь, кто не знает. Мы решили заменить его концепцию на листочек с пушенькими стишками. И думали, в принципе, что, наверное, они как-то когда прочитают, может быть, посмеются, расслабятся. Здравствуйте. А вы кто? Привет. Вы владелец? Здравствуйте. Шеф, босс. Извините, но срочное дело. Бекона как раз 10 штучек на 10 сухов. А пока еще такой. Давай. Ну там овощи гриль будут. Еще что-то. Хорошо лежит. Да. Молодец, попросил. Я надеюсь, что ребята отреагируют на этот привет позитивно, потому что ссориться с пятью хорошо вооруженными людьми, у которых куча ножей, нам бы не очень хотелось. Ребят, нам послание. Привет. Какое? Что пишут? Читай. Пирог. Аня. Подача. Один комплимент. Нас отвлекают. Я сразу сказал, что Аня будет шефом. Ребят, вы что сомневались, что ли? Какая Таня? Она еле лык вяжет вообще. Она, во-первых, ничего не знает. Она три раза сходила в какую-то крутую школу. Но, ребят, это мало, согласитесь. А Таня? Тетя? Я не то, чтобы раздал всем клички. Это грубо. Но, ребята, как бы, они не против этого всего. Давайте начинать с того, что тетя – это прекрасная домохозяйка, которая отдельные блюда готовит очень вкусно. А зачем вы сейчас начинаете о ней плохо говорить? Тетя прекрасная. Ну, иди поцелуй ее в жуку. Борище детей, студентов, школьников, не знаю. Вот эти вот... Господи, тебе сколько лет? Ты здесь зачем вообще пришел? Что ты здесь делаешь? Иди вон там к себе домой. Иди со своими друзьями это обсуждать. Ну что, а что это такое? Что за столовая у нас? У нас и есть столовая. Я вам потом расскажу, вы не переживайте. А заработать на этом можно? Можно, да. А не теменем. Можно и... А потом вам охарактеризуем и объясним. Понятно, хорошо. Почему, что и как. Хорошо. В курсе, что у вас осталось меньше часа? 50 минут ровно осталось. 50 минут ровно, да. Сереж, можешь кинуть сковородку для тевтельки? Тебя? Подожди, а тебе... Мне сковородку под тевтельку еще одну пожарить, посмотреть, как она себя поведет. Попробовать эту? Не вопрос. Я вообще думала, что каждый будет опять же тянуть одеяло на себя. Команда не получится, поэтому я сказала, ребят, когда мы заходим на кухню, каждый отвечает за свое блюдо. Через полчаса будем выходить в зал, смотреть, открывать и готовить. Да, 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 ребят, нам нужно время, запас, организовать зал. А кто-нибудь солил картошку? Рано, рано, перед самым концом, иначе, если ты посолишь, оно начнет развариваться. Окей, Боб. И будет... Да почему хоть Боб? Боб. Боб. Как говоришь, мы все равны. А что-то Боб он сказал. Боб, Боб, Боб. Очень сильно хочет влыбиться в лидеры Сергей, но мы коллективно подавляем его это стремление, потому что, когда бежишь впереди поезда, ни к чему хорошему это не приведет. Вы закройте с обратной стороны. Ребят, попробуйте, пожалуйста, соус с томатами, я его давил вроде. Перца не хватает и вустрского... Остроты не хватает. Остроты. Остроты и чуть-чуть поперед. Можно добавить. Даже перца не надо, мне кажется. Сергей очень хороший, он профессионал. Он очень много знает, что-то даже больше, чем я. Но мы сегодня заявили себя как команда. Друзья мои, а вы не слишком увлеклись кухней вообще? А зал? Через 10 минут, иду двое на кухню. Идут. Ой, зал, идут двое. Идут, да? Идут зал. Хорошо. Мы с Сергеем будем обслуживать столики. Я вспомню работу официантом, которая была у меня давно. Герасимов Артем. Получив в кулинарном училище профессиональное поварское образование, работать в ресторане предпочел барменам и официантам, так как именно в общении с людьми видел свое призвание. Здесь тебе легко будет стать на позицию официанта. Без проблем. Ну и на что потратишь деньги, если выиграешь? Было бы интересно даже свое шоу какое-то сделать. Даже если это будет готовка, было бы очень здорово. Конкурент. Понятно. Ну а куда деваться? Куда деваться? Мне, честно говоря, очень приятно. И хочется снова выйти в зал. Хочется снова показать себя и свою работу. Я сейчас иду в зал помогать. Надо менюшки. Танюш, сделаешь менюшки? Все. Надо только, поскольку газета, она не совсем чистая, приборы надо вкладывать в кармашек салфетку. Да, я так и сделаю. Хотелось фишку. Хотелось чем-то удивить. Еще отрепетируем речь. Прямо отрепетируем. Да. Прямо пройдемся. Мы пока не решили, кто будет презентовать концепцию. Скорее всего, это будет или я, или Сергей. А меню ты вовнутрь положила, да? Да. А не хочешь сверху положить? Мне кажется, так интрига лучше. Они могут мне заглянуть вовнутрь. А мы скажем. Мы решили с ребятами, что на доске меню писать не будем, что нужно придумать что-то интересное новое, да, так как у нас концепция такая интересная. Мы решили вот взять и сделать меню в магазине. Три минуты до полчаса остается. Вы что, кто сюда поставил? Вы что? Я сюда поставила. Ребят, ну... Что произошло сюда? Просто вы поставили пластик на плиту, ребят. Эй, Канто! Говорил же, выключите. Он просто ходил, следил за работой каждого. Мешал. Ты так не делай, делай так. Хотя мы договорились, что если какой-то спор, мы быстро собираемся, за минуту голосуем, решаемся, чтобы не было базара на кухне. Ожидая предстоящий ужин, третья пятерка обсуждала стратегию своей презентации. А с чего вы взяли то, что шеф нам поможет больше, чем другим? Нет, нет. Тут дело не в помощи, тут дело в совете. Я спросил, говорю, а вот так будет нормально? Хорошо. Подожди, это борьба. Ты пришел к нему за советом. Тут честная борьба идет. Диалог длился, в общем-то, неплохо. До поры до времени, пока в него не вступил, естественно, Сандро. Уже третья концепция идет, как свободная линия, свободный ресторан на посадку. А мы сделаем банкет. Все. Какая разница? Ресторан, банкет. Все отлично. Ты не прав. Какой нахрен банкет? Он все время ставит акцент на домашнем ресторане. Услышите? Да ты можешь успокоиться? Какой еще домашний ресторан? Ты о чем вообще говоришь? Бесполезняк. Он открывает свой рот и начинает еще таким этим доказывать что-то. Либо это провокация, хотя есть сомнения, либо он натулит дурак, тупой просто. Короче, ребят, давайте сделаем большой стол. Если что, все голосуем против Сандры. Я думаю, что в Олесе давно не было секса, поэтому ее гормоны рвут на части. Давайте концепт обговорим. Кто-то занимается подготовкой зала, кто-то, если надо, там убирается, да? Мы команда, и каждый взаимозаменяемые функции делает. Да. Мы решили, что каждый из нас равен. У нас нет какого-то самого сильного игрока, который может всех на данный момент расставить именно по позициям и дирижировать. Не волнуйся, тихо, спокойно. Пришла ребятам, показала меню распечатанное, и говорю, ребят, суп я не вписала. И мы коллегиально приняли решение, что у нас будет типа фишка. Мы на доске напишем блюдо дня, суп. Суп дня, суп дня. Давайте пишите. Убери, убери. Да ладно, не будем. Мы сделаем подковырку. Серега с Артемом должны этот суп были презентовать. Как приветствуем? В каком ресторане, ребята? Меню открой. Там название, и вот это название мы говорим. Название придумал, честно скажу, не я. Это как раз таки было, по-моему, название Татьяны. Мне название не нравилось. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Реальная кухня». Добрый вечер. Добрый. Всем могу помочь? Мне не дайте только зато стол. Дай мне. Из ошибок вчерашней пятерки мы учли это качество обслуживания. Вы хотели уже сделать заказ, да? Да, конечно. Ничего страшного я вам налью. Позволите, пожалуйста. И у нас не будет выделяться лидера-шеф. У нас нет ни шеф-повара, ни никого. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Реальная кухня». Друзья, мы будем вашими сегодняшними официантами. Меня зовут Сергей, и это Артем. Мне, честно говоря, очень приятно выйти в зал. Хочется снова показать себя и свою работу. Добрый вечер. Присаживайтесь. Мы, в отличие от первой пятерки, оказались более дальновидными и предусмотрели все возможные моменты, которые могут возникнуть в процессе обслуживания. А именно, если разобьется посуда, нужен будет веник и совок, и мы позаботились о том, что его купить. Зайти в магазин, взять просто товар, чтобы не лохануться, как вчера лоханулись, потому что вчера ни веников, ни совков, ничего не было вообще. Внимание, очень скользкий пол, который буквально в считанные секунды уберут. Мы сами себя выбрали официантами, потому что у нас есть опыт работы в зале, опыт работы с людьми. А у остальных ребят его просто нет, они всегда работали на кухне. Я прошу прощения, у меня рука отекла. Можно ко мне кто-нибудь подойдет? Я ожидаю агрессивности, враждебной настроенности и резкой критики. Мы представляем концепцию ресторана, которая уходила своими корнями глубоко в СССР. Мы захотели ее адаптировать на современный манер, чтобы она была доступной и понятной каждому. Концепция второй команды, когда они ее представили, она была очень похожа на нашу. Они тоже говорили, что мы все разные, но мы каждое свое блюдо придумали. Мы назвали нашу сегодняшнюю концепцию «Назад в прошлое». Интерпретировали все под советскую тематику, но уже с обновленной кухней. Хотелось бы вам в качестве комплимента предложить советскую закуску. Идея банальная, мне кажется. Посмотрите. Сергей, кто автор идеи? Идея была общая. Это бородинский хлебушек с соусом, можно таки сказать, тартар, но немного более сливочно-кремовой интерпретацией. Что считаешь? Нормально. Для бесплатного комплимента самое вообще... Нет, так мы думать не должны. Платное, бесплатное, все должно быть отлично. Закуска одна, выбирать не еще. Правильно я понимаю? Ну давайте я попробую куриную грудку маринованного капуста в молоке. Может быть, куриные грудки вам подать соус? У вас написано соус «Берблан». Просто у нас есть и ассортимент соусов. Да неправильно. Ну принеси ассортимент соуса. «Берблан» попробуйте. Офигенно. Вот эта хлопьевая соль морская, а может где-то в приготовление могла пойти. Сюда это конкретно жесть. Салат будем украшать вот этой столью. Ну из пачки просто. Да. Так вот смотрю на людей, у меня ощущения совсем другие. Они могут быть лучше. Я не знаю, почему такое все происходит. Смотри, сколько здесь полезных элементов. И кальций, и натрий, и калий, и магний. Тебе налить? Налей, конечно. Я прошу прощения. У меня спутник заказывал пол порции, но его половина порции блюда совпадает с моей полной. Одну минуту мы сейчас заменим. Когда заказали по полу порции, я говорил Максиму, он не слышал меня. Я был готов вынести целую порцию за счет ресторана, но чтобы гость остался доволен. Как можно дать не прописиться баклажану? Да пусть он будет сырой, если его присолить слегка в водичке, дать ему поставить, пописать, все, вся горечь уйдет. А этот горький, да? Это ужасно просто. Это отрава страшенная. Те люди, которые еще ни разу, по сути дела, не стояли здесь именно на кухне, не держали нож и не знают, каково это за два часа сделать качественный, хороший ужин, накрыть столы и показать сервис. Они не скупились, конечно же, на комплименты, потому что это нам не нравится, это нам не подходит, они уже пришли с негативом. Первое, что я увидел, картофель был комнатной температуры, а значит тарелка долго ждала там. Только где-то ближе к центру оно у меня было горячее. Вот это меня выбивает такое вот немножко. Ну это вообще все, конечно, мягко говоря, далеко от того, что мы могли бы сделать. То нет, в садеповские времена, ну я в шоке, правда. Я, может быть, не жила, я что-то не видела, но... Буржуйский же. Ну нет, очень дорого. Не дорого. Ошпариваем кипятком в соевый соус на час, и потом его нарезаем, кладем на салат, офигенно получилось. Пока, ребята, плывем не туда. Ну, может быть, штрудель обещанный Анны. Десерт? Штрудель. А, вот то, что ты обещала мне? Да. Скажите, в штрудель мед входит? Совсем немного. Мы запомнили ваше замечание и добавили его буквально чуть-чуть. Сахар подавляла, мед в рецепте. Это мед, мед. Немножко, да? Я попробовал. Все, чтобы не вызвала аллергия. Зовите всю команду, тогда будем уже аплодировать и будем разбирать ситуацию. Ребят, на самом деле, мне не понравились овощи гриль, они были замаринованные и были недожаренные. Извините, пожалуйста, меня, это мой косяк. Я стоял на раздаче, я должен был поставить овощи, овощи должны были быть доведены. Определенно была ошибка, что мы не выбрали одного человека, который будет стоять на раздаче. И двое других ему будут помогать. Вопрос самой команде, которая отвечала за подачу блюд, почему они поданы были на стол холодными. Мы не продумали просто мармиты. Нужно было хотя бы сделать водяную баню, чтобы подогревалось пюре. В этом виноват я. Я отдавал холодные блюда в зал. Я видел, что они холодные, но все равно делал это, потому что, когда ребята вышли в зал, уже не было той полноценной команды, когда мы начинали делать заготовки. В меню мы не обнаружили супа. И до сих пор меня это очень обижает, ребят, я не наелась, я хочу суп. Мы забыли про этот суп. Ответственные были Артем и Серега. Они забыли сказать гостям, что у нас сегодня блюдо дня, тыквенный суп. Именно жидкая еда горячая, она должна у каждого нормального человека присутствовать в рационе. Почему вы его вывели из меню? Его не вывели, его при печати забыли вставить. Ну так у вас же была хотя бы эта доска, написали бы на любой суп, и все бы ее увидели. Мне не стыдно за наше меню. За концепцию – да. Ну, наверное, что-то не то. А меню вообще отработали. Конкретный вопрос у меня тогда по десерту. Если это яблочный пирог, где в нем яблоки? Мне десерт понравился. Чуть больше яблок туда добавить, было бы вообще супер. Сколько килограмм пирога ты сделала? Кило 200 было. Кило 200. А сколько ты яблок положила? Яблока 2 килограмма было. Мы шкурку на компот еще брали. Хватит 3? Нет. У нас идет на штрудель, у нас идет на компот. В меню, смотрите, ребят, 5 позиций. У вас 5 человек. На что у вас ушло так много времени, и я осталась голодная? Провоцировать людей на эмоции. Зачем это? Мы здесь ради одной цели. Мы должны открыть ресторан, а не выжить друг друга. Я не нападаю, не надо защищаться, ребят, я не нападаю. Олеся, я тебе могу ответить за всю команду? Вот у них все время ушло на приготовление вот этого корма, который сегодня тебе дали. Вы рассчитывали, что клиенты придут из-за антуража какого-то советского, вот из-за гвоздички, из-за шкварок в тыквенном супе? Потому что меню к Советскому Союзу не имеет отношения абсолютно никакого. Мы хотели сделать что-то неординарное, хотели сделать фишку. Может быть, эта фишка не совсем прокатила. Я не попала назад в прошлое, за исключением гвоздички, конечно. Был недоведенный соус к тефтелькам, слишком кислый. Попробуй. Очень кисло. Надо сахара и чуть-чуть, мне кажется, редуцировать его. Они не довели его просто до конца и как-то зло еще полили мне все тефтельки этим соусом, залили прям. Пришлось там очищать эту тефтельку от соуса, чтобы попробовать саму тефтельку. Хочу сказать, назад в прошлое безумно неудачное название. Понимаете, название, концепция и как выглядят люди должно сочетаться. Хотя вот как сделано меню, мне очень понравилось. Сервис этот симпатичнее, дружелюбнее. Мы должны его запомнить. Ребята, бегом переодеваться в жилую зону. Я к вам сейчас приду. Мне настолько приятно работать с этими людьми. Я буду напросить Арама и оставить нас всю команду. Ну что ж, наступает момент истины. Вы знаете, что по условиям один из вашей пятерки должен уйти. Поэтому сейчас я прошу каждого члена команды назвать имя человека, который, по его мнению, был самым слабым. И почему. И первым я попросил бы это сделать Таню. Не могу. Мы все взрослые люди. У тебя есть команда. И понятно, что все вместе работали. Шеф, дайте нам шанс. Не выгоняйте нас. Я не хочу ни против... Против никого, как вы остались. Ну, садитесь. Я боюсь, наверное, кому-то причинить боль больше. Артем, я прошу вас сделать свой выбор. Все ребята молодцы. Все работали в команде очень дружно, слаженно. Но, скорее всего, это моя вина, то, что я команду повел несколькими в том направлении. Не хотелось бы очень терять на этом голосование Артема. Очень интересный человек. Адекватный, абсолютно. Хорошо, один кандидат это вы, а второй? Кроме себя, я бы назвал Максима, потому что были моменты, когда нужно было быстрее отдавать блюда. Были некоторые задержки. Артем проголосовал против меня, потому что ему надо было против кого-то проголосовать. Максим, теперь вы. Я рад был со всеми поработать. Я бы номинировал Таню. Когда у нас пошла ошибка с супом, дальше уже пошло все на перекосе. Но я считаю, что из-за этого все у нас не сложилось. Самое главное в том, кто меня убедил проголосовать против Тани. Ну, это был Сергей. Аня. Хотела бы поблагодарить за работу Артема, Таню и Максима. Была приятно удивлена их командным духом. Постоянно мне приходилось спорить, Сергей, ну, как бы с тобой, да? Я против Сергея. Сергей. Потому что не умеет слушать. И он не раз от меня это слышал. Сергей, ваше мнение? Тяжело быть одновременно и палачом, и подсудимым. Таня, извини, пожалуйста. Но я голосую за тебя. Действительно, у нас не было горячего. И когда можно было это исправить и напечатать, пока мы ездили с продуктами, не сделали. Татьяна, я думаю, что сейчас будет легче говорить. Я считаю, что я не ошиблась с супом. Это я все понял. У вас появился все-таки человек, которого вы номинировали? Сергей. Против Сережи я проголосовала, потому что у меня не было выхода. Это был стратегический ход. Вы свое решение приняли. О своем решении я скажу в зале ресторана. Подошел к концу третий день на проекте, и команда приняла решение о том, кто же самый слабый в этой команде. И сейчас я назову два имени. Это Татьяна и Сергей. Выходите сюда. Я вот все это время, пока они там находились, я переживала только за одно, за то, чтобы с Аней все было в порядке, чтобы ее никто никуда не вызвал, тем более никуда не выгнали. В целом вся команда работала неплохо, полностью провалили еду и немножко были хороши в сервисе. Я хочу сказать вам, Татьяна, что вы очень старательный, очень порядочный, умный участник вашей команды, но вместе с тем крайне непрофессиональный. Не случайно два голоса было против вас, два голоса против Сергея. Вы не смогли принести ту пользу, которую ребята, ну, которую они ожидали от вас, так скажем. Сергей вроде бы профессионал, человек со вкусом, что немаловажно в этой профессии, и человек, который может принести пользу. Команда приняла такое решение, а я сейчас назову имя. Татьяна, возвращайтесь к ребятам. А проект сегодня покинет Сережа. На этом жизнь не заканчивается, все продолжается. Да, обидно, действительно, не ожидалось, что я сегодня уйду. Я хочу сказать вам всем спасибо. Второй вечер, это, конечно, тяжелый момент, очень неприятный для всех, но мы должны к этому отнестись философски. Ресторан должен остаться с лучшими. Я рад, что Сережа покинул проект. Я злодею. До утра на реальной кухне. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Михайлов покидает проект. Он вернулся. Тем, кто поднимет три мульчика, давайте один мульчик. Я не думаю, что с уходом Сергея станет одним конкурентом меньше. Остается 13 человек и борьба продолжается. Пока-пока. Задание остается прежним. Ты ни хрена не понимаешь. Ты же тупой, ты не догоняешь. Ты что со мной так разговариваешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Печеные полочки. Держите. Тесто должно быть похоже на женскую грудь, по ощущению. Он подходит там, что-нибудь. Я его оп за попу. Я попросил бы вас. Что-то не так? Пожалуйста, коктейль. Можете попробовать? Нет концепции, ребята. А вы в Хабаровске тоже испугались, если бы меня так встретили. Но я не знаю, какие у вас в Москве тут приколы. Кто был ответственный за меню и допустил столько драматических ошибок? Каждый из вас обделался по полной программе. Все пять направлений провалили. Редактор субтитров А.Семкин